у нас опять съемки моего нового видеоблога посиделки с я вы уже знаете я здесь приглашаю очень интересных девчонок молодых женщин женщин вообще любого возраста мне совершенно безразлично какого возраста женщина но вы знаете самое главное это ее какое-то ощущение себя в этом мире вы знаете я не очень люблю девушек которые на себя опустили руки женщин молодых нарожали там детей не ухаживают за собой совершенно не следят за собой потом страдают плачут мужья их бросают вот такие знаете несчастные такие женщины и девушки у меня полная такое это полная уверенность что они виноваты в этом сами ко мне приходит такие самодостаточно уверены в себе знаете активные и мне хочется показать всему миру что в общем то может быть другое отношение к жизни самое главное вот не останавливаться на какой-то знаете такой плоскости одно и то же довольно неприятно видеть людей не обязательно девушка мужчин то же самое которые не развиваются никак вот они закончили свой вуз не знаю 40 лет назад вот они сели на одну работу задницы и сидят я вам просто хочу сказать что в америке еще буквально лет 15 назад считалось пять лет финиш все больше пяти лет на одном месте работать нельзя а сейчас три года всего почему ну потому что ты засиживаешься на одном и том же месте никаких новых идей у тебя нет и ты не растешь и компания с тобой не растет поэтому подумайте об этом там легко чем меняет профессию причем знать что интересно с гуманитарной на техническую и так далее сегодня у меня в гостях тоже такой человек вы знаете который дню не может сидеть на дом этом же месте женя которая всегда ищет чего-то нового для себя какие-то еще занятия и я вас призываю к этому же вот правда проживите жизнь интереснее она такая короткая а сейчас поговорим же ней ну что как я обещала красивая стройная не чита мне это я тоже сказал признаюсь очень позор я вот против воде этого позитива ты как же я тоже но потому что понимаете вот вы можете вот прямо вот сравнивать вот была бы боди позитивщица вообще не боролась с весом 150 тонн сейчас бы с тобой рядом стояли ну женя пусть сейчас нам все о себе расскажет я у нее попытаюсь что-нибудь выспросить самое интересное но я надеюсь что ты и сама расскажешь хорошо давай это подробности гони здравствуйте меня зовут евгения можно просто жене не 35 лет да ладно приходить какие вы красивые а я что тут от зависти провалиться на стуле должна честно честно скоро даже будет уже 36 да у меня интересная профессия для даже их две первое которое занимаюсь с 16 лет это я преподаватель походки в модельных школах но расширяется с такого возраста нами ты сама была моделью до 13 лет я сама попала в модельную школу да и у нас было обучение два года первый год учили нас во второй год учили учить других да и 16 лет получилось так что я уже вела малые группы а кто кто привел тебя как ты туда попала в этот бизнес она я была наверно одна из самых высоких девочек в школе поэтому я чувствовала себя немножко некомфортно среди всех остальных до подружек друзей мы все время хотелось гордиться конечно же ходил джинсы в кроссовках толстовки и когда-то я смотрел на на по телевизору и даже толком не помню этот момент и видел что ходит модели я сказал ой я тоже так хочу и мама запомнил так что спасибо в мане и когда мне исполнилось вот 13 там 13 14 уже было и она увидела объявление что набирают девчонок модельную школу приглашают скал хочешь игру хочу это в москве был или где нет это было в другом городе я из набережных челнов то есть вот красивый город какой ну сейчас уже да то есть я 15 лет в москве на когда-то вот давно я жила там и нас была прекрасная модельная школа я впервые в жизни надела как раз каблуки на кастинге мама где-то у кого-то там нашла каблуки то есть для меня это был шок но наверное то что я всю жизнь занималась танцами с четырех лет помогло все-таки мне показать себя и в огне увидели потенциал еще была самая маленькая среди моделей то есть я была самая высокая в классе на сам маленькой среди модель на мама у меня высоко посмотрели на маму сказали начать еще вырастешь гриб вырасту обещаю и меня взяли вот такой момент был переворотный в моей жизни и вот ну а как бы поменялось вот ощущение в школе в классе даже мне тоже кажется высоких девчонок гнобят все в школе нет ну и по книг нас как-то не гнобили нас все так сами по себе спокойно но не было ощущение то что я умею себя подать что я там красиво этого не было и мальчишки за то что красотка реально сейчас ты просто красотка мальчишки не бегали там там мунами за тобой тогда вот все таки внешность это одно умение подчеркнуть это 2 а подать эту внешность это уже 3 и там как раз я этому училась да я смотрела на других девушек и видела что да они умеют быть женственными не умеет быть привлекательным у меня уже сменились мои толстовки на более интересные одежды же платьишки появились уже юбочки каблуки я научилась ходить на каблуках и поэтому да уже тогда когда вот я подросла там не было уже 16 18 да так уже я смогла привлекать внимание уже ты верит а поклонники ну какая мама молодец вот не все мамы такая за девчонками за дочерьми смотрят а многие давить наоборот куда ты прешься в модели они все шлюхи проститутки вот обожаю да понимаешь сама ничего не добилась жизни девчонкам крылья обрезать у тебя мама такой не было да нет мама молодец она что всегда поддерживал им эти безумные идеи когда я уехала в москву тоже тоже не эгоистка мама некоторые сиди у юбки помогай копать огород на поразительно да поэтому конечно спасибо и соответственно вот это моя профессия до сих поработаю был момент когда я уходила из модельной школы работала с обычными женщинами в тринговом центре женском ну давай об этом ты расскажешь тогда когда я посмотрю твой первый вариант мы смотри да с тобой ты два варианта показываешь и я 8 мы посмотрим чем это дело закончится хорошо с тобой интересно даже стилист грамоты давай давай поехали ну давай объясняет почему вдруг вообще неожиданно но очень стильно мне нравится очень удобный выбор во первых я сразу ориентируясь на то чтобы было удобно все-таки я еще мама да я постоянно гулять в доме 4 предние принцесса поэтому я люблю такой смарт-кэжуал стиль при этом по материалу достаточно недостаточно вообще но это клопок тонкий даже не нравится мне нравится что они странят любом вообще веселый фокус не хочет просто люблю сочетание цветов и конечно же принц интересный вообще много есть элемент которые мне нравится сразу даже сложно объяснить почему я увидел вот такой узком бомбер и сразу не вам все это мое я хочу и уже подбирала несет идеально очень хорошие материалы сочетания по цвету и поэтому будет такой выбор с одной стороны кажется он простой но из-за того что много элементов интересных особенно бомберного акцента я применю точно в своем гардеробе очень много раз в разных сочетаниях есть и с шортами и с юбками слушая правда шутами как интересно да то есть будет очень функциональный гардероб что я всегда когда работаю с клиентами я за то чтобы у нас тут была капсула не много вещей но максимально большое количество образов да не должно быть экономные а люди ты знаешь вот боялись этой блузки и боятся не умеют носить ее все-таки она такая кутюрная больше для стилистов ты знаешь не поняли смысле бояться просто бояться таких вещей не знаю давай рассказывай про дочку мне интересно так прежде чем была дочка наверное же была любовь ты как замужем у нас нет счастлива нет ну расскажи где познакомились давай давай рассказывай ну потому что все ноют где знакомятся где в интернете где по улицам чтобы бегать орать я свободно и расскажи подробности давай одиноких полно девушек был такой момент в жизни когда стас не осталась одна мне захотелось общения то есть начиналось все ради общения по интересам общалась с людьми конечно же с парнями интересными и также моего мужа который сейчас мужа тогда еще свободный парень он говорил друг говорит зарегистрировался на сайте и он зарегистрировался и вот так мы на сайте знакомств да как вам расскажи таких хороших мужиков можно поймать говори на тиндере ну просто правда на тиндере нет но не все да ты что некоторые на таких помоечных сайтах сидят то есть на тиндере да здесь все таки важно опять же себя подать рассказать о себе я мало с кем общалась и вот мы сразу совпали по интересам то есть мы лобу байкеры да ааа ну вам проще да то есть я каталась на танцебреон и так мы друг друга увидели и поняли что я занимаюсь спортом он вообще хоккеист и вот так на общих интересах мы встретились и больше не расставались ну вот согласись я вот тоже не верю если например я не знаю я поэт и творческая личность и рядом кто-то такой технар жесткий я не верю в такие браки ты в такие браки веришь да то что хорошо живут уже то есть правил никаких принципе нет ну а что химия я не знаю что байкер много байкера почему как-то думать почему ну-ка расскажи тогда мне тоже любопытно все время проверяю все же гороскоп гороскоп а ну-ка кто вы там по знаку но по гороскопу вот если по классическому то мне подходит то есть я весы он овен я овнов обожаю то есть мужчин овны это вот самый мужской считается знак а весы это самый женский поэтому мы как раз он такой прям мужчина мужчина я такая девочка-девочка и вот так у нас устроится семья что он главный не ну так это правильно овен огненный а весы воздушные правильно ну правильно воздух подпитывает огонь ну да а по классике считается что мне подходят такие же близнецы и водолей я с ними прекрасно дружу понятно то есть не надо верить гороскопом в лоб хорошо расскажи когда решили завести ребенка вот решили или получилось или все-таки уже осознанно осознанно работали над вопросом я в принципе шла вот уже то есть я выходила замуж 30 30 лет я прям хотела семью поэтому я и мужчина скала который тоже хочет семью то есть и он так у нас опять же не пошляться погулять да то есть у нас совпали да совместно какие-то времяпрепровождение но и цель жизни у нас тоже совпадала поэтому то есть мы год побыли вместе и сразу же понимали что у нас все да хорошо складывается нам комфортно но расскажу тяжело же был все-таки ты или у тебя все-таки свободно на более менее график тина так тяжело не было нет или все равно тяжел как-то прошла эти несчастные эти вот эти первый год ребенка очень тяжело очень тяжело потому что как раз того что я привыкла свободный график я вечно где-то ношусь а здесь я реально вот попала давать ситуацию что я никуда не выйду но у нас был тот момент опять же муж поддержал мы открыли свой питный зал маленький такой и это было на спасение просто приходила на людей посмотреть пообщаться мне было чем заняться сейчас потом ребенок уже вырос и как-то и пропала желание заниматься зал то есть вот он был на этот момент и мы его закрыли продали и вот опять ушла в свою творческую студию а муж чем занимается какой у него род занятий какой то есть он тренер в хоккей а сейчас он уже директор ледового дворца ничего себе неплохо так а есть у него там бассейн в ледовом дворце интересно да у меня свой шкурный вопрос там поэтому я знаю всех уже спрашиваю по свой про свой подводный балет понятно ну что давай второй образ посмотрим и дальше все-таки я хочу чуть-чуть про семью а потом уже расскажешь что еще потому что я знаю что у тебя занятий чертова прорва ну давай меняем наряд ну конечно ты мне даешь прикурить рассказывает почему вдруг так девочка стилистом сложно некоторые да это же платье вроде как а как ты классно его с брюками с клёш как тебе клёш слушай хорошо вот клёш да у нас же это самый тренд мы опять вернулись это моя мамочная сила я даже я уже какой-то был момент был клёш да ладно когда это какие года и у тебя уже я думал у меня у меня 1 5 уже был понятное дело и вот они опять вернулись многих опять же боятся но они удлиняют ноги всегда городе в чем-то какого бы вы роста не были хоть метр пятьдесят хоть метр восемьдесят на всем этот клёш и вот они опять более притальные ножки подчеркнуть стройники не зря же я ходила так лета а платье то есть мне хочется да вот сейчас вот так да потом начнется жара когда совсем естественно брючки сниму и буду носить как просто просто платье рубашка шортиками да нам тоже не желаю продумать там бра сейчас эти все модные бра и шорты круто кровь топ надела здесь расстегнулась на распашку то есть как такой как летний кардиган тоже можно носить опять же я все со своей функциональности одну вещь да по-разному покрутить пояс снять расстегнуться все уже абсолютно другой вид и конечно же на сам цвет до сочетание розовый с голубым но это же прям классика на рассказывай девчонкам какие услуги чё ты давай рекламируй себя мне интересно что ты можешь делать чем ты можешь быть им полезной нари как сама хорошо одеваешься спасибо хотя тоже раньше не умела все у меня было сочетание все черный с белым потом а я просто fashion мире поварилась уже много вела курсы вот по походке и захотелось чего-то нового я пошла обучаться насти листа я даже помню этот момент когда у нас была первая тема это сочетание оттенков какие цвета подходят я прихожу домой и понимаю что я просто аски одевалась и ужасно одевалась да и не в принципе из моей одежды вот что есть дома оставить там пару брюк остальное можно просто выкидывать потому что я портил свою внешность вот реально для чего нужно стилить вообще да для чего чтобы уметь вот этой вот под красивой одежды как ее правильно сочетать потому что можно даже самую супер одежду на сами супер красивый девушка неправильно подобрать все это не будет играть данные должны понимать какие нам цвета подходит какие формы рисунки какие фактуры как-то сочетать когда уже это знаю можем уже экспериментировать и вот моя главная задачка к стилиста это подчеркнуть естественно красота девушки а чего ты начинаешь скажи вот у тебя есть сайт блог какой-то да как как записаться к тебе в программ конечно сейчас дали нам сейчас на на сайт я просто забила ну да сейчас все больше не актуально да поэтому и конечно же instagram и как записаться просто написать мне в директ хочу да хочу преобразится и вот мы уже будем обговаривать чего начинаем 1 конечно же цель преображения зачем вообще девушка хочет преобразиться потому что есть разные абсолютно клиенты кто-то говорит мне нужно просто собрать капсулу что вот я с утра открыла шкаф и не думала что с чем сочетать а все сочетается вот такой может быть недавно девушка обращалась год я вот вышла после декрета да все забыла вообще как это красиво одеваться хочу полностью поменять а кто-то похудел кто-то поменял профессию абсолютно разные запросы и со всеми работаю с любым бюджетом меня есть девушки и со скромным бюджетом действий с очень большим бюджетом потому что я когда были открыты границы и в европу мы ездили на шопинг поэтому здесь только главное желание написать мне а дальше мы придумаем что же делать то есть потом идет консультация где я рассказываю показываю фотографии что подходят девушки чтобы было понимание чтобы не просто мы пришли в магазин и говорю надевай это да а почему так у нас уже был это совместный процесс это какое-то и обучение ведь правильно конечно чтобы она без тебя не осталось когда знаешь у разбитого корыта старушка да конечно же моя цель в том чтобы человек уж и сам научился до одеваться не подскажу потом разбор гардероба мы разбираем те вещи как я в свое время после школы просто выкинула все а многих очень много хороших вещей на не знаю как сочетать и вот мы собираем комплекты говорят так у меня вообще все есть и нам даже шопинга дальше и не нужен потом уже обращаются там через какое-то время когда подходят обновить новиночки тренды себе приобрести этом все очень индивидуально каждом прорабатывают вот консультация до шопинга это целый процесс но он интересный это творческий процесс к нему надо относиться легко потому что одежду мы меняем все равно да и что-то покупаем тратим деньги да то есть не для твои стилисты так дорого нет это не дорого это экономно потому что вот понимаете да одна рубашка сколько комплектов будет это же экономия чем я буду покупать кучу 10 рубашек еще там кучу кучу всего это же но я вам хочу сказать что между прочим женя выбрала одни из самых дешевых вещей у нас в магазине что очень ценно правда вот обратите внимание смотрится это она могла прям новую коллекцию на пике дорогую посмотрите вот действительно вы видите она самые бюджетные вещи выбрал но как они смотрят они что выглядят бюджет вообще нет нет да качество такого что да не подумал что это вот вы видите у него прям желание сэкономить деньги правильно желание до голоса алмаз понимаете да а легко взять новую капсулу вон с витрины знаешь она нафуфырится очень часто согласись вот дорогие бренды одеваются меня это просто пугает я уже вообще даже своих вот клиентов которые привыкли к брендам я уже привожу к русским дизайнерам уже потому что адекватность пропала да и качественно потому что настолько у нас взлетела вот все цены и конечно же вот я люблю чтобы это было все реально адекватно я за универсальность красиво и стильно и адекватно чтобы цена и качество совпадали с тем что сколько это стоит потому что когда один у нас полиэстер стоит 100 тысяч до 100 120 я тоже не понимаю с чего просто за то что бренд но здесь важно не бренд уже никто не смотрит на бренды все смотрит на сочетание насколько это стильный красивый конечно же качество нас условия очень простые моего видеоблога два образа подбирает моя гостья сама себе 8 образов подбираю я для нее и вы смотрите какие образы вам нравится больше а что в каких образах вам не нравится и конечно я подбираю образы вслепую то есть я девушки не знаю практически ничего только вот маленькую фотографию а как бы гости знает о себе все поэтому конечно немножко ей проще но зато у меня опыт больше поэтому вам тем более интересно за этим наблюдать я считаю это такая очень интересная игра поэтому смотрите как мы мне играем присоединяйтесь ну тяжело с вами стилистами ты видишь да не мне твои больше нравится поэффект ней мне как-то извини попроще ну когда все таки себя уже знаю да могу что-нибудь этакой поэкспериментировать сложно да конечно вообще не видел маленькая фотография три на четыре чуть ли не из паспорта конечно всегда вот мы когда как стилисты работаем вот есть одинаково например да одинаковый цветотип одинаковый стиль там даже и даже близняшек один раз девочек одевал да ты что их абсолютно по-разному потом характер то разный одна тихо другая огонь девчонка и конечно одевает абсолютно по-разному ну да запрос потому что их детство одевали одинаково как всех близняшек и что хочется когда вы не подростками стали мамка опять мама сделала подарок пригласила меня и чтобы вот я пошла с ними на шопинг а сколько им лет было 15 ух ты ты смотри как здорово да вот посмотрите какие подарки дарят мама но это же правильно какая мама грамотная суши я таких ним в 15 лет молодец какая до чтобы сразу не не одевались черт знает как как все подростки смотреть больно на все это чтобы у них вот в этот момент они не хотят выразить себя но боятся стесняются кто-то наоборот легко экспериментирует а кому-то наоборот это прямо преодолеть себя тоже недавно была у клиентки она сама мама у нее дочки 13 лет мам говорит вот давайте мы как бы при ней будем проводить консультацию чтобы она послушала то что если ей скажет давай вот я с тобой по работе на сразу нет я боюсь и не хочу я там стесняюсь но она пошла потом с нами на шопинг я смотрю она уже прислушивается приглядывается и конечно же игры ну по мере еще вот это то есть я маму одеваю и доченьки такая от примерочный грифу сходи по мере все вышел смотрю глаза горят понимает то такое да вот в подростковом периоде очень хочется помочь но не все они хотят правда надо какой-то подход такой это вот только видишь какая мама грамотная тоже не настаивать ведь мама как что ты в дерьме как он ходишь одевайся вот это и начинает тоже совать какие-то старушачьи вещи сейчас значит я это наблюдаю нас магазине часто мама сует то что ей нравится но это тоже не нормально согласись поэтому есть специалисты которые знают как это все сделать конечно уже давно это не что-то такое даст не это не но элитарно это куда что-то до стилистного работе потому что реальность экономия а вот уже это норм как у нас хотите занять маникюр сделать это норма слава богу да и к стоматологу тоже не идешь методом проб и ошибок давай-ка я зама в зубе поковыряю а потом не получится пойду к стиле к стоматологу да то есть все таки уже пора обращаться к специалисту если чувствуете что вот чего-то не хватает даже просто не бывает обращаются стильные девчонки просто хочу видеть себя по-другому как они говорили о том за разная одежда на абсолютно по-разному отражает меняет и хочется поэкспериментировать ну скажи мне прям про близняшек интересно они обе цвет волос одинаковый был когда там какие-то маленькие нюансы там где-нибудь родинка и все а характер как у них разные или один одна прям тихая тихая такая вот она учится много вот читает а другая вот как скажем как можно им одинаково одежду честно сказать я думал ну рассказали стилист я думаю ты такая знаешь девочка дуванчик знаешь очень часто стилисты но у меня в голове правда я их много таких видео до небожительницы и вот поэтому такой все знаешь такое такое вот прям все такое однотонное какое-то вот такое а ты видишь на самом деле совершенно другой человек и сразу хоп в разрез интересно то есть я в принципе тоже бывает летящие это нормально нет но я имею ввиду ты более живая прям не такая знаю отморозок не серьезно стилисты часто отмороженные а почему-то медленно говорят вот так очень понимаешь и не шустры я сама видишь буря над это больше у меня наверно встречается в модельной теме да да преподавателя не такие вот вот года а я ворот более стаки четко и строго я все-таки я училка по образованию не образование есть педагогическое это что должна была быть учителем английского языка но я вообще ты английский я знаю хорошо мне это пригодилось как раз на шопинга конечно где просто спокойно себя чувствую со всеми общаюсь легко все нахожу а вот именно эти преподавательские да все моменты это пригодилось мне уже в преподавании походки я работаю с детьми со взрослыми а кто тебя училка английского кто мама направила ли ты сама захотел язык выучить чтобы вот в нашем городе набережной челны когда туда вот это был маленький абсолютно город и единственная хорошая школа это бланк гимназии понятно поэтому тут уж волей судьбы да да и полночаться если я училась полностью с таким углублением английской языка единственное что я знала это слушай но немаловажно правда вот обратим внимание теперь представь что ты не знаешь языка и что как я грунта шли закатая в мире не существует в принципе согласись правда ты замкнут своей стране ну и сиди здесь и в путешествии да по работе абсолютно любые сайты я могу открыть почитать все информации конечно ну что посмотрим следующий мой вариант я сейчас все время буду просак попадать но обсудим у палатки тоже хорошо не только кстати в принципе силуэт мне кажется неплохо мне вообще все нравится может быть сочетание мой любимый да вот такие нежные тона и рубашка все тренды мы собрали то есть и брюки палатца и сочетание оттенков и рубашечку и можно и вот завязать и распустить да то есть по-разному абсолютно не нравится такой функциональный вот не говори я не хуже как ты практичненько а давай еще дальше посмотрим эти похожие какие-то ну что скажешь между прочим сама рисовала цветов знаешь сколько в самую пандемию да ты думаешь готовы нет у меня никогда практически нет готовых вещей и знаешь этот же цветок был на блузке но узок уже сто лет как нет с такими тоже рукавами быстро зашли потому что все однотонные только цветов да конечно ремень что-то охота да какой-то четыре ремень и дала белый да 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 а а давай поэкспериментирую об брюки превращаются вот такой и сразу взрывалась да то есть мне нравится то что то ли да все таки то ли хочется подчеркивать я сейчас этот тренд у нас до что на пиджачок до пояс и вот наш такой эффект идет до визуальные коррекции что ощущение что ноги растут парям и плюс до палатцы вытягивает потом полоска вытягивает и ощущение что прям вот от этого ремня у меня ноги такие длинные сразу чувствую себя очень хорошо да 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 все конечно очень интересные до ремень поэтому я его много где применил и к тому образу тоже да можно экспериментировать 4 да вот прям 9 мая нет не ходит у меня нет то есть у меня няня или я сама потому что у меня всякий график свободная работаю больше именно вечером все-таки до из того что работаю с людьми и с клиентами они в офисе поэтому мне работа вечерняя если она будет в саду а потом вечером мама ушла я ее просто не увижу а выходные работы в модельных школах мне там тоже детишки мушку помогает но мне тоже много работает все-таки у нас такой возраст когда хочется еще двигаться стремиться развиваться я думаю что у меня через какое-то время еще новую профессию захочется и сводите и буду все заново тяжело очень тяжело учитывая что я еще за такое вы как бы воспитание очень легкая чтобы вот не грузили она мне сама умничка и сама все знает с характером реально ангел ребенок ну знаешь что хочет то есть надо с ней только договариваться пробовала были нянь которые говорят надо она такая и устраивала им соответственно то есть это не про нее и я сама очень свободный человек и вот с мужем у нас все такое на легке никаких правил куда понесло туда и понесло да вот не люблю я жесткие правила все таки творческие люди не хотят до хватает в жизни правил и до которые надо соблюдать поэтому и нянь у нас такие тоже чтобы были ну человек 7 уже поменял все это что а последний сколько но последние несколько месяцев ну а что на чем расставали на расстаемся обычно по-хорошему конечно же стараюсь да но бывают момент например одну праву меня не я уволил после фразы когда она я сижу рядом и она решила сделать что-то хорошее ребенку играет вот этот дома сидишь ничего не видишь сейчас я тебе покажу на на телефоне своих собак я такая понятно игры за нити наш подход не подходит к жизни поэтому по-разному вообще основном наше да то есть специальные сайты где помогать или которые подбирают и конечно же приходит познакомиться смотрю как общаются с ребенком а я-то вообще со всеми готова оставаться она такая общительная девчонка вы многие город вот надо все время самой ты же мать но мне это тоже хочется жить и не хочу только что я хочу чтобы я счастливы на 4 дону будет счастлива если я буду с ней сидеть дома ничем не заниматься вот только заниматься и делами она сама скажет маму джу уйди уже от меня иди погулять куда-нибудь и потому что происходит когда они там 16-17 лет уходят свою подростковую группу там влюбляются что-то плевать на маму что начинается да я вроде тебя жизнь положила не пила мужика не имела а зачем кто просил а у детей какой то она у меня сама год я хочу на танц пожалуйста на танцует я хочу там на каток из-за того что папа хоккей все время ледовые на как увидел этих фигуристов я поняла по ее взгляду на все пропали да то есть мы с вами не хотели но она прям вот такими глазами на них смотрела и захотел ходит падает встает не плачет вообще что хочет не но у них фигурная катание школу я не поняла что пока эти кнопки гномики они тогда но пока захочет пожалуйста не захочет то есть абсолютно ее прислушиваясь к ее желанию как в свое время то мне помогли до услышали мое желание и вот она моя жизнь ну видите да какая она интересная стройная следит за собой красивая ну что там говорить вы знаете вот бодипозитиву точно не для меня я сама все время стремлюсь конечно похудеть вот посмотрите по сравнению даже не вот я и она но разница же видно правда поэтому у меня вечная борьба с весом с переменным успехом сейчас временный успех на месте моего веса но ничего буду стремиться к лучшему ну давайте еще раз посмотрим что я для же не придумала ну что-то как при мрачноватый я тебя нет хотя те платье это красиво да и такое сочетание что как талию сужали темный плюс такой акцент мы сделали можно с ремнем можно без то что опять расширясь то есть такой гитарообразную ты знаешь тоже вот мне это платье очень понравилось когда я сама сочиняла вот этот принт но ты знаешь сейчас смотрю а плохо платье продавалось вот прям не у нас давать эксперимент у нас привыкли сюда белый черненькая все тихо аккуратненько не бойтесь уже экспериментировать не у нас новое об преображение как интересная куртка ты можно надеть это все время в руках таска у меня нет ни одна вещь не бомбера не вот все надо ну скажи да вообще это хочется до скинуть и вытащить что это в руках и куда это деть так как бы снова ну и как посмотри до куртка преображение мне очень нравится идея вообще да и уникальная такого еще не видел потому что жара хочется скинуть и в торговых центрах да а сейчас погода на солнце такая жара и не понимаешь что куда тут всем мне кажется что будут подходить спрашивать даже что это такое интересное я абсолютно теперь всю одежду делаю с лямками все бомберы по крайней мере все что сверху сколько я одежды видел вообще уникально очень интересная идея но уже года три делаю такую кстати да сейчас смотрю начинает появляться а вообще взятые спортивные одежды давно-давно спортивные куртки знаешь горнолыжку вот это и не понимаю почему другие не делали сейчас играть ой кинзо сделай грибы я три года делаю на душ кинзо додумался ну и так далее ну как всегда у нас все равно поклонение брендов согласись осталось есть 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 но я говорю я вот всегда совета сама особо не увлекаясь вообще даже не увлекаясь мне нравится чтобы было интересно привлекало внимание дизайн какой тут принты да сейчас наконец-то не начали входить у нас в моду потому что конечно в россии боятся вот взять нет в италии они тоже не больше на ярких цветах хотя итальянки не все в черном да кстати да а вот мужчины там да там они любят я тоже я не понимаю почему их такие модные мужчины и почему такие невзрачно одетые женщины объясни ты можешь мне этот феномен объяснить вот не могу у меня есть притом несколько девочек клиента которые живут в италии так они приезжают в москву одеваться то есть они приезжают ко мне на шоппинг в москву потому что здесь есть цвета у нас там все черные да вот меня это не удивляет янки им им кажется что им черный да им идет но у них такая возможность конечно солнце море ну какой черный а мужчины да а был у тебя такой какого мужчину не встречаешь именно итальянца я работал моделью армане слушай я не могу слова больше слышать вот все они работали моделью у армане очень даже возможно да модники красавцы и какие-то совершенно не интересные девчонки поэтому когда наш туда приезжают все вау там идешь просто по улице бэлла бэлла да 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 поэтому вот странно правда южной народности что армяне что азербайджанцы что арабы все любят черное я не понимаю почему они по цветотипу им да вот они такие жгучие яркие но у нас самые проблемы то ладно им это идет так у нас русские вот это взятие русскую внешность на же не идет абсолютно нет вот финны тоже где ты финна видела в черном вообще никогда финны в яркие одеваются цветные куртки какие-то да не более спортивно одевается но у них нет черного вообще компенсация того что не холодно и хочется яркости в одежде а и например там итальянцы вы достаточно солнце и таки ой мы в черненьком хорошо почему мы-то в черненьком посмотри в окно серенькая черненькая курточки сливаемся со своей серой грязью поэтому когда говорят хочется яркого игру от волосы не трогать и пожалуйста экспериментируйте в одежде ну пожалуйста сделать яркий маникюр но сделайте попробуйте поэкспериментируйте от у нас все рыжие волосы или фиолетовый да кардинально подростковом возрасте пожалуйста экспериментировать надо но когда уже достигли там до возраста уже хочется быть такой элегантный здесь пожалуйста опять же элегантность она всегда да вот элегантный абсолютно образ да не обычный принт он же элегантный у нас не только черный серый вот просто то есть у нас да тут понятия с классикой то да да серые синие коричневые и все так и одевается опять же у нас очень много в офисах проводят до время и одежды именно для жизни стараются как тоже меньше покупать сейчас же можно как пиджак накинул поменял конечно другой образ ну и согласись и в офисах поменьше людей все-таки стало может хоть сейчас наш народ разнуздается потому что мне например обидно от поставщиков ткани слышать а чего я говорю почему такие убогие расцветки почему такие ткани почему принты а что русским русские черное красное синие и люрекс больше русские ничего не носят не покупают нормально вообще слава богу у нас наконец-то мы сдвигаем мне тоже кажется да что лед тронулся лед тронулся да слава богу даже сейчас уже вот коллекция смотришь они уже яркие пришло это время но все равно и смотрю вот идут люди по привычке к своему любимому черненького буквально вчера работала с девушкой-клиенткой она блондинка вся светленькая глазки серо-синие свет в реально прям светлый она все черно-черно я ее от черного оттаскиваю она опять к нему я так непривычно но ничего надо экспериментировать все таки ну вот с вашей помощью лед и издвинется все ледоход пойдет да ну смотрим дальше давай как тебе следующий вариант только мы поболтали про черное-белое только осудили всех но это я ребята это это не Женя понимаете но кстати рубашка прям огонь вообще рукава вот я про то что вот мы создатом за кулисами немножко обсудили что если уж хотите свое черное-белое пусть это будет интересно пусть это будет до полоска с элементами с поясом опять же посмотреть сочетание какое с принтом да вообще супер это не просто нам черные брючки и белый свитер и пошла ну да одна тоненькая такой или бы все вообще черненькая с одной там белой маечкой как считают что если вот черная то смотрится хорошо ткань просто хорош ткань выберите пожалуйста и можно не только черный ну вот супер же вообще и ну необычно такой образ и другая кстати да да абсолютно вообще красную да да красные туфли хочется лучше да и красную помаду красный лак на ногтях да сразу да как одежда на же заряжает тоже да вот эмоции у меня бывает такое вечером подумать так с утра надену вот это а настроение другое проснулась давай думаю нет меняем переодеваемся и под настроение как ты вот тоже к цветотипу ты сейчас это сказала я говорю девчонки вот как цветотип вот утром встала у тебя один цветотип но настроение ну такое хреновое а тебе под цветотипу хорошо знаешь грибные оттенки натурально а у тебя настроение не извините в попу и тебе хочется я не за оранжевого взрыва мятного чего нет зеленого вообще сейчас да травяные модные и скажи и что я должна по цветотипу пялить на себя вот грибные и она опять же в цветотипе там же море вообще вариантов у нас же как когда мне спрашивают какой цвет подходит я говорю все о золотые слова но важны оттенки то есть у нас может быть красный может быть томатный а может быть там розовый или алый да или там малиновый малиновый да то есть абсолютно разные конечно поэтому там если уж грибной подходит а там терракотовый хочется взять то есть там есть яркости да поэтому весь надо не бояться цветов не бояться оттенка и самый удобный когда все по цветотипу они все сочетаются ну конечно же то есть уже нет такого что вот эта юбочка у меня только к этому к этой блузочки и все да где комплект а когда она все в своем цветотипе она все сочетается ты берешь по самые безумные сочетания и они классно смотрят вы просто за часто от магазин же ой мне зеленый вообще не идут вот такой бывает что зеленые или хаки оттенки вообще не идут я в это вот не верю правду опять оттенок оттенок да то есть хаки это оттенок а зеленый просто цвет а у этого цвета целая гамма вариантов поэтому да это вот это очень ошибочно когда как мне это не идет ли мне не бежевый да но опять же какой бежим я сливаюсь но опять же вот надо не так чтобы одежда шла впереди человека чтобы это сочеталось потому что когда как я же фраза не помню кто сказал то это из великих до кутюрье что если вы не запомнили в чем была одета женщина что она была одета идеально потому что что должны запоминать вас конечно одежда это уже оболочка тоже способ подчеркнуть внешность они так что запомнили платье а кто был в красном платье а кто был не чаще всего так и бывает какое видела платье а на ком черт его знает помню а лучше чтобы как она выглядела супер и вот интересно где-то на это платье купила вот это уже да это уже интересно мне бывает когда за мной бегают по торговому центру спрашивают девушка девушка вот на вас там такие-то там брюки или что-то еще где купили это приятно конечно да поэтому пусть черно-белое но тогда с изюминкой ну давай дальше посмотрим интересно на тебе конечно но с такой фигурой понятно да давай смотрим дальше и конечно но для чего ведутся блоги конечно для аудитории конечно хочется чтобы мой влог смотрели подписывались на него ставили лайки дизлайки дискутировали конечно это интересно потому что иначе ну для чего бы я на это тратил время поэтому жду жду ваших подписок жду ваших лайков дизлайков обсуждения но я тебе прям как тупой настежку знаешь как слепой попала но зато губы как между прочим это же не уже сама сделал это не я вот вы решаем градус потихоньку истерозность начинали такие очень простых собаку я себе выбрала вообще такое серии погулять с доченькой а здесь уже дал хочется выйти в ресторан но и мне хотелось знаешь все таки вот тоже хочется научить девчонок у кого переговоры серьезному кого что-то я считаю что надо головой соображать в чем идти тоже туда вы хотите контракт такой в подороже или что-то мне кажется тоже надо видеть то и выглядите да потому что бывает так что люди переодевается и получает повышение да потому что как у нас встречают по одежке провожают тоже вот я тоже самое что да да потому что иногда чтобы заметили нужно подчеркнуть в себе то что да ты там может быть ну давайте так если хочешь черт знает чем ты не можешь как кажется всем что быть хорошим специалистом что принципе умные женщины смогут себя красиво одеть но это же мне тоже так кажется я смеюсь но я тогда все-таки 33 года в бизнесе наймом тоже я занималась вот представляешь приходит человек я смотрю она одета на ну не то что да нет ни на три копейки не по деньгам а впечатление что она одета за три копейки кой чё на каком-то рынке там турецкий китайском вьетнамском я всегда-то зашли больше тридцатки с ракетки я и не предложу даже вот правда а бывает приходит девушка я думаю господи я им я вслух то не могу такую сумму назвать я вижу как она со вкусом как она круто одета я не знаю сколько это стоит но выглядит она минимум на сто тысяч да вот именно что даже опять же протяжу бренду можно взять супер дорогие вещи но так так надеть подобрать сочетать что это будет выглядеть как раз с рынка до приду самого худшего можно выбрать хорошие вещи главное как сочетатель и опять же почему я все-таки про походку да все-таки у меня очень часто клиента именно переходит от 1 от одной темы другой то есть начинается стиля потом идут на походку а потом или наоборот с походки начинают переходит на стиль потому что вот внешность наша походка издалека уже заявляет о себе то есть потом уже мы там открываем рот рассказываем о себе но эти первые пять секунд оно есть когда производится впечатление да потому что можно опять же быть очень красиво ну дойти вот такой вот вот это я так ты меня показываешь сейчас давно точно я же тебе говорю птеродактиль а можно даже просто джинсах там в кроп-топе но пройти так конечно покажи нам кучу чуть-чуть вдоль только пройдись потому что весь вместо у нас мало но хоть чуть-чуть потому что это конечно потрясающе и еще можно даже левее давай вот-вот отсюда поехали мы большие туфельки жене дали можно вот так ходить но это я я давай а теперь меня покажи точно двигаться элегантно опять же это не врожденное это все можно не могу поверить даже что можно учиться не знаю это реально просто потому что походка это работа мышц как танец просто запоминают мышцы но ты смотрю подбородок как положено параллельно диверсия когда бурундук как я себя называю правда и сколько зачем вспомню иногда да ну тебя так красиво ты стоишь у тебя подбородок параллельно полу вот они красивые девушки все-таки модельная ну конечно ну что говорили же этому учу поэтому я не могу быть сама вот такая а что у нас очень часто так от его вид ты видел коучер к тебе должны в очередь стоять коучеры эти вообще всех мастей вообще видела рекламу посмотри как они одеты вот они на фоне чего на какой-то помойки одеты как из помойки и мы вас научим да да так хочется сказать дружок научись сам к чему-то в этой жизни был у тебя такое конечно было и у меня реально очень много клиентов которые вот меняют профессию да на тренера на коуча вот буквально тоже недавно была девушка она занималась и был магазин цветов по моему и решила на поменять тоже лет и 40 50 где-то вот так ведь хочу новую жизнь отучилась она училась на профессию коуча и поменяла полностью образ после до этого не были джинсы и свитера с алиэкспресс до меня потому что на ящики таскала говорит все я хочу быть женщины хотя если честно можно и в любом бизнесе в любой работе выглядеть конечно же красиво зависимости того где находишься какой хобби какие увлечения тоже не обязательно ходить только всегда да вот там на каблучках с красным ну конечно почему не спортивный до образов костюм костюму тоже в спорте рознь согласились да да абсолютно поздравляю тебя с новым черно-белым но опять же черно-белый у меня модный клетка посмотреть как мне идет ну слушай да ну тебе идет очень красиво под лица вся к лицу и это же вот он кардиган кардиган пальто тушь сейчас у нас прям тренд-тренд всем советую уходить от обычных вязаных свитеров переходить в кардиган и боже мой это же так круто и тепло также и удобно и функционально и смотритесь уже стильно потому что все вот эти свитера надо просто взять и выкинуть мне тоже кажется особенно вязаные кофты все эти кофты это слово кофта уже забыла вообще когда его употребляла да все-таки удлиненный даже если это кофта но если она уже за колено ли длинная уже это правда интереснее да да опять же кто знает что есть проблемы с бедрами все да накинул даже на распашку бедра закрыты и если даже они у тебя на два размера больше да то есть потом лоб похолодал закрылась все вообще вариантов море а давай попробуем без кардигана если мне тоже интересно потому что там очень классный топ да тебе это красиво то что да сколько то есть вот такой силуэт вот этих футболок прямо очень много видео мне самой не идет потому что до широкоплеча да то есть этот формат у меня очень много таких именно футбола на потому что то что с подплечниками делают форму держит это что спортивная да такой образ сразу пулять спинку как будто качаю каждый день а как ты относишься к кириллице видишь print я на кириллице делаю и не знаю вот кстати многие наоборот говорят что он наконец-таки потому что как только на английском значит это китай китайский рынок нет у тебя такого вообще как-то спокойно отношусь но мне нравится что да почему как необычно да нестандартно все прочитают но поймут что написано это бывает же проблемы да бывает написано черти что язычка то не все знают как ты язычок английский понимаешь да я иногда так смеюсь когда идет молодняк это смешно так что да интересно опять же заметил уже в коллекции много таких фраз которые ну да знаешь у меня уже огромный цитатник я их нигде не беру я сама пишу я вот вечером у меня записная книжка лежит поэтому я люблю иногда ну знаешь вот видимо это это старческая знаешь не просто мода еще какое-то легкое назидание это подчеркнуть харизму да ну а что делать хочется чтоб не только поносили но и подумали хоть чуть-чуть мне очень нравится расскажи куда тебя дальше понесет я так думаю с твоим неуемным характером ты там просто на походке на стиле не остановишься у меня есть мечта то есть я получается вот отработала модели до там ну недолго если честно я больше ушла всяких преподаваний я хочу опять стать моделью только уже как бы ну возрастной это называется и хочу карьеру именно вот в модельном бизнесе именно как модель не как нету потому что ты потрясающе в принципе сейчас они так востребован ты ну ты видела до бренда уже молодых девочек так мало используют только то есть молодые сейчас только в молодежных брендах а взрослые поэтому вот мне очень хочется именно в этом направлении это знаешь это правильно потому что и мы вот мы например для съемок потому что у меня средний возраст вот я считаю моя одежда самый пик это 35 45 лет и кажется смешно снимать все это на 18 лет как 20 лет как понимаешь да вот берите меня да да понимаешь какой-то начинается раздрай но и женщины понимают молодые которые говорят что на 15 лет как интересно как это на мне так у нас меня сейчас именно к ленке обращаются тоже модели то есть 30 плюс потому что да но надо же их только научить потому что просто красивая женщина не сможет работать модель одесса они рамок и показать себя и четко знать как руки расположить какие основные ошибки чтобы вы не тратили два часа на то чтобы ей там руки-ноги поставить и каждый кадр был хороший то есть это меня тоже учу и сама уже хочу так вот недавно только мне эта мысль пришла то есть как-то я ушла в преподавание мне очень нравится обожаю ты такая эффектно такая интересная мне тоже прям жаль зачем нечего гробить таланты так что вот это моя мечта вам рассказала мечту давай давай исполнится все кто попадает в круг моего общения закручивает скоро увидимся на обложках журнал да думаю может еще и поработаем если мне одежда садится да и мне прям паду да я в шоке да просто идеально вот что не напялил я уже бы знаешь сначала дрогнула думаю ой а теперь смотрю боже вот просто как по тебе что называется шитое да вот серьезно это прям мой размер ну давай смотрим дальше даже не кажется не нужно салава да ну вообще конечно вообще казалось простенькое платье продают абсолютно просто ну как простенько тут и какие рукава ой но сколько я над этим простеньким платьем работала знала бы ты солнце мое и надпись классная да да и вот все и мини сейчас мир он вернулась да можно показать ноги причем прям не экстремально чтоб еще выше мне кажется вот я прям не нравится прям предел да и при этом конечно муж вот он меня любит когда я в короткой юбочки ну тоже ну безумно слушай ну такие ноги прятать да как хорошо что я это платье тебе придумал потому что я как бы не хотела его сначала но стилист опять же тебе говорю вот этот имидж такой девочки какой то я не знаю а тебе так круто такие дерзкие все время только вот так это дело потому что сразу хотелось мне куда-то пойти потанцевать кстати да а сможем будете куда-то танцевать вообще где сейчас танцуют расскажи мне старушки я давно не ходила народ ходит не знаешь в клубе вот я мы просто из того что же байкер у нас прям был такой любимый байкерский клуб где можно вот приехать и там именно рокеры такие то есть не вот это не гламур да 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 они где эти вот это богатенькие дети это да 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 просирают жизнь как я скажу чем я муж просто шикарно у него голосом шикарно поет это что дай поэтому ходим в караоке он поет а я танцую я ужасно пою на хорошо танцует сладкая парочка да он вообще не танцует но шикарно поет так что все там просто головы сворачиваешь то да я ногами сварает зажигая на меня сворачивает голову то есть я одеваюсь красиво поет вот такая знаешь а вот у меня мечта прям такой ресторан найти где тихим таким мужским каким-то голосом слегка хребаться кто-то поет какие-то такие интересные песни такие знаешь вот я не найду ничего такого везде либо музыка гремит либо какая-то дурочка поет очень жуткая на сцене либо как-то вот ничего такого я не могу найти знаешь как раньше либо тапер на фортепиано как я говорю либо еврей на скрипке либо мужской голос ты пиначем я я тоже люблю мужской да у него низкий голос металлика у него да вот прям интересно когда мы найдем такой ресторан а почему нет а вдруг он вот возьмем сделать да да вот будем дружить сушь соберемся до кучи ну а почему нет вот ты знаешь мне очень нравилось у меня был немец такой знакомый он днем работал все вечером он брал свою гармошку он просто играть шел в кабак его бесплатно причем в любой какой нравится и нас приглашал и я давайте вечером туда пойдем он весь вечер играл естественному все бесплатно но потому что он классно он не то что а бы как а вот классом тоже играл все вокруг собирались народ не уходил пил хозяин ему все бесплатно и поесть и рюмочку я так давно вот у нас такая с ним мечта что когда вот мы там совсем станем взрослыми дети там вырастут то мы просто или уедем куда-нибудь на острова или на море и он чтобы пришли даме тоже в бар он на гитаре поет я бокальчик вина наслаждаясь видом мужем но этим знаешь можно и зарабатывать да что значит наслаждаюсь вот золотые слова это как обычно ну что потрясающим я прям в восторге смотрим дальше конечно же то что полоска сейчас у нас ну ты видишь что я на контрасте коп стал то есть кошмар вот опять я специально между прочим вот со стилистом жене которая разбирается очень хорошо в одежде которая сама стилист который еще подберет лучше меня вот я специально в таком вышла что все-таки да они почувствовали раз да удобно да хорошо но в этом тоже удобно абсолютно да они брюки удобно их можно опять же да во всех образах любых придавайте и топ какой цвет просто божественно и красиво сочетание очень люблю но всегда на контрастах на сочетании на акцентах и конечно же вот такие руководные просто фонические так что смотрите дорогие мои зрители смотрите как одеваются стилисты наблюдайте за ними в сетях везде очень легко в принципе очень легко и очень легко но можно хотя бы правда просто тупо сканировать их наряды и примерно в том же стиле также выбирать потому что многие стилисты давить пишут где что купили пожалуйста нет проблем поэтому смотрите наш канал спасибо вам что вы нас сегодня видели спасибо что вы были с нами ставьте лайки подписывайтесь на наш канал конечно хочется чтобы дискутировали написали нам как же не как вам я в своем наряде как наш контраст и дуэт хорошо всем вам спасибо ждем ваших комментариев пока